Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Мы заселились. И вы можете в комментариях нас поздравить, что мы приехали зимовать в Сочи и сняли успешную квартиру. У нас это получилось, как бы я ни боялся нарваться на мошенников. Нам повезло и все хорошо. Выпуск я начать хочу с того, что сказать огромное спасибо всем тем, кто смотрит наши выпуски, всем тем, кто подписан на наш канал, ставит лайки, пишет постоянно комментарии, а таких уже немало. Спасибо вам огромное! Если ты впервые попал на наш канал, видишь это видео, то welcome на наш канал, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить свежее видео. Немножко вкратце расскажу. Мы путешествуем на машине с детьми, у нас двое детей, сейчас они гуляют, и я в тишине могу отснять для вас выпуск. Мы пропутешествовали Крым, Абхазию, все наше побережье, прожили очень долго на Красной Поляне. И вот сейчас мы приехали зимовать, друзья, в Сочи, а именно в Адлерн, в Амиритинку. У нас открывается шикарный вид на Абхазские горы, но сегодня он не открывается, потому что погода портится. Итак, как мы ехали с нашей Москвы до Сочи, вы можете посмотреть по ссылочке под этим выпуском, либо здесь сейчас будет подсказочка, посмотрите, нажмите. Сегодня выпуск будет посвящен следующим. Кто досмотрит выпуск до конца, сможет увидеть обзор этой квартиры, какую мы сняли. Я расскажу, покажу все более подробно, покажу вам территорию, территорию покажу раньше, а давайте квартиру мы оставим на потом, поэтому досмотрите выпуск до конца. А сейчас я вам хочу рассказать, с какими сложностями мы столкнулись, и с какими сложностями вы тоже столкнетесь, и как и на что смотреть, если вы хотите приехать в Сочи, либо в Адлер, либо на Красную Поляну. Здесь, в принципе, плюс-минус все одинаково. На какие моменты смотреть, чтобы не лохануться. Итак, друзья, начинаем выпуск, погнали. Так, наш жилой комплекс. Вот наш подъезд, живем мы в первом подъезде. Сразу что мне радует глаз, это то, что очень и очень у всех чистые машины, здесь нет грязных машин. Это очень хорошо. У нас пропускная система в комплексе, соответственно, всем нам четверым у каждого есть свой пропуск пешеходный. И также на машину нам выдали пропуск, да, вот он лежит, желтенький, можете наблюдать. Для въезда на территорию. Так, хочу вам показать водку-момент. Вот у нас есть здесь три зоны барбекю. Вот, наверное, вы видите, да? Вот, всегда можно пожарить шашлычочек и отдохнуть самим, с друзьями. Вот это вот, друзья, синее все, это вот началась вот уже граница с Абхазией. Вот такой вот у нас жилой комплекс. Территория закрыта, охрана, причем охрана кайфовая. Ну, не такая, знаете, типа там пьяный охранник спит. Нет, у нас тут охраняют нас чеченцы и дагестанцы. Мы тут первый раз, когда только пошли сюда, начали заходить. Ну, типа, здрасте, здрасте. И начали проходить, они нас хлоп, стоять, куда, кому, зачем, говорите и так далее и тому подобное. Записали все данные, взяли. То есть, ну, не так, что вы прошли и прошли. Строго для пешеходов это калитка, а для машин это шлагбаум. Вот так вот это все выглядит, да, если... Вот люди заходят, да, вы видите, и вот непосредственно для машин. Вот такая вот, друзья, у нас тут история. Очень-очень мне нравится, что все, ну, загороженная территория. Дети гуляют одни, и, соответственно, их никто не потеряет, никто их за территорию не выпустит. Вот такие палатки у нас, да, идут сразу через дорогу от комплекса. Вот весь комплекс вот огорожен вот такой вот сеточкой, видите? Вот это что касается нашего комплекса. Напомню, что называется он ЖК Урожайный. Поэтому вот кто хочет переехать в Сочи и пожить какое-то время, welcome, если вам нравится. И, соответственно, вот он съезд идет туда на Таврическую. Сейчас мы с вами проедемся, все увидите, посмотрите. Итак, ребята, первое, с чего хочется начать, это с того, что никто никогда и нигде не застрахован от мошенничества. Чтобы не попасть на мошенников, первое, о чем вам стоит помнить, это никогда, никогда не делать никаких предоплат до того момента, пока вы сюда не приедете. Если вы находитесь, неважно в каком городе России, решили заранее снять жилье, то вас обязательно попросят сделать предоплату, чтобы снять объявление с продажи, да, назовем это так. Сделать предоплату попросят как нормальный человек, который задает, да, не мошенник, так и мошенник. Зависит, там и суммы будут разные и так далее и тому подобное. Но мой совет, лично мой совет, никогда не делать вообще никаких предоплат, не нужно. Приезжайте. Точнее, смотрите, как сделали мы. Мы так делаем всегда, мы вообще едем, просто едем, а дальше уже предметно выбираем. Как вот сделали в данной ситуации? Мы сначала приехали, заселились в отель на две ночи и в плотном графике начали искать, смотреть районы, где нам жить, где мы бы хотели жить и какой нам район более-менее располагать. Чтобы у него была инфраструктура, чтобы было близко море, чтобы был вид, чтобы был нормальный дом, нормальный подъезд, нормальный ремонт, адекватные хозяева. В общем, куча-куча-куча множества факторов, которые нам нужны, и мы опирались на них, и у нас получилось. Вот, чтобы не попасться на мошенников, друзья, первое, первое, не делайте никаких предоплат до того момента, пока вы сюда не приедете. Следующий момент. Если вы хотите снять непосредственно квартиру в самих Сочи, то вам нужно помнить одно, что рельеф самого города, он совершенно не для каждого, вообще не для каждого. Почему? Потому что сам город построен в горах, перепады высот там серьезные, с детьми гулять там будет очень сложно, если только вы пойдете в какой-то конкретный парк, на какую-то конкретную лужайку, на какую-то определенную территорию, ну, либо пойдете, либо доедете. Если вы вышли из дома, как правило, наверное, в 90% случаев всей недвижимости у вас начинаются спуски, то есть взять и выйти из дома, поставить ребенка на самокат, либо на велосипед, у вас, скорее всего, не получится. Если я в этой истории не прав, сочинцы, поправьте меня в комментариях, но как я вижу, как я изучил уже Сочи, много где поездил, вижу только такую историю. Меня лично, как автолюбитель, меня раздражают эти дороги, они очень узкие. В вечернее время, когда машина паркована и приходится разъезжаться, эти спуски, подъемы, ну, это сложно, очень сложно. И, ну, меня прям бесит, короче. Именно по этой причине мы выбрали для себя, как для жизни в долгу, именно Эмиритингу. Это возле границы Абхазии, Эмиритинская низменность, там, где нету как раз вот этого вот рельефа, очень близко до поляны. Здесь есть отличная инфраструктура, очень красивые пляжи, шикарная набережная, олимпийские объекты, движуха. В общем, все, что лично нам нужно для жизни, здесь есть все в полном размере. Хватает зелени, хватает пальм, деревьев и так далее и тому подобное здесь есть абсолютно все. Недавно здесь построили и торговый центр, нам ехать до него 5, буквально 5-7 минут на машине. Огромный там магнит и так далее и тому подобное с огромной парковкой. Вот, поэтому нам эта история очень кайфово. Квартиру мы начали искать, наверное, да еще мы в Крыму были, мы уже начали искать, но здесь был сезон, поэтому приняли решение месяц-полтора уехать домой, перекантоваться. Выпуск, как все было, как мы в Краснодаре попали на мошенников, а мы там тоже хотели месяц перебиться, чтобы не ехать в Москву, да и сразу поехать в Сочи снимать. Тоже ссылочку я прикреплю. В итоге я постоянно дома искал, 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 искал квартиры, смотрел. В общем, здесь какая история, здесь очень много маленьких квартир, типа, знаете, студия 20-25 квадратов. Но если вы один, то, в принципе, это нормально, можно идти с хорошим ремонтом и буквально там за 20 тысяч в месяц. Вот, это прям кайфово будет. Но так как у нас двое детей, мы хотели площадь побольше, хотя бы, чтобы это была двушка, отдельная комната, чтобы был хороший вид, балкон и так далее, ну, подобное. Двор там, поиски усложнились. Жилья этого мало, но нам повезло. Мы нашли такую квартиру, она была 42 или 45 квадратов, хорошая планировка, два балкона. Но она студия, но она большая студия. Ванна, туалет, нормальная прихожка, новый дом, четырехэтажки, до моря буквально 30 метров идти напротив нашей вермишели. Короче, поехали, я вам покажу, где это. Итак, друзья, смотрите, мы сейчас с вами находимся на улице Таврической. Здесь, вот в этих зеленых домиках, находится тот жилой комплекс, который нам понравился. А вот наше любимое кафе Вермишель. Вот, соответственно, этот жилой комплекс. Здесь в нем есть магнит, есть пятерочка. Вот он так выглядит. Здесь несколько домов, домов, наверное, 5-6. Вот так на карте он выглядит. Это первый жилой комплекс, который нам прям очень сильно приглянулся и в котором мы хотели остановиться. Остановиться. Это первый жилой комплекс, в котором мы посмотрели квартиру. Но она нам не зашла. Не зашла по следующим причинам. Нет, давайте сначала про плюсы. Про плюсы это близость к морю. Вот мы сейчас повернули налево, а если налево не поворачивать, проехать еще метров 30, то там будет уже набережная. Это самый большой плюс. То есть плюс здесь вообще инфраструктура кайфовая. Что всякие прокатки, непрокатки. Вот она парковочка. Вот, значит, заезд на этот ЖК. Здесь есть вот такая вот парковка. Вот они, входные ворота. Охранник, который, когда мы приехали, он долго и упорно, короче, спал. Не хотел нас никак выпускать. В общем, смысл в чем? В общем, когда мы сюда приехали, я сразу хозяину задал вопрос. Слушайте, так и так спросил у него, что дома, мол, только заселились, что ли. Ну, точнее, еще не заселились совершенно. Он говорит, ну тут в основном под сдачу там. Ладно, окей, мы зашли в квартиру, вроде как бы все нормально. Она ремонтом нам нравится, большая, все хорошо. И мы такие уже думаем определяться. Первое, что нас смутило, она прям очень-очень холодная. То есть это первый признак того, что она не обжитая. Точнее, дом не обжитый. Везде как бы бетон, и поэтому в квартире очень холодно. Соответственно, отопление там, по-моему... Короче, за него надо будет платить больше, пока мы одни там, и будет все топить. Ну и в момент, когда мы такие договариваемся, ну давайте, ладно, завтра вечером встретимся, оплатим, подпишем договор. Началось самое ужасное. Начали со всех стен, сверху, снизу, сбоку, слева, справа. Начали сверлить, да так громко, перфоратор. Это было жесть. Мы, короче, аж напугались, знаете, в такой момент был... Мы такие хлопс, аж присели. Ну и все. И мы поняли одно то, что там на территории вообще машин почти нету. Значит, дома вообще пустые. Соответственно, мы будем жить... Сейчас сезон здесь закончится, вот после октября, да? И там работы будут просто бесперебойно. А это значит, что мы будем жить на протяжении долгого времени вот здесь... А как работать в таких условиях? Да как вообще детям спать в таких условиях? Ну, короче, все. Все. И этот комплекс мы сразу отметили, хотя очень жалко. Вот говорю, была бы котлетка, я бы, конечно, приобрел здесь квартирку. Вот такие дела. Поэтому, если вы смотрите в этом комплексе квартиры, они здесь красивые, здесь классная инфраструктура, море рядом. Ну, все хорошо. Одно нехорошо, что здесь ничего не заселено. Подъезд прям голый, пустой, еще толком не доделанный. Провода везде свисают, лифт еще не запустили. Поэтому, ну, аккуратней, аккуратней. Иначе можно встрять на то, что вот вы заселитесь и будете жить в этом дыр-дыр-дыр. Вот что касается этого жилого комплекса. А комплекс этот называется, я скажу, ЖК Артлайт Сити. Ну, собственно, вот так, друзья, у нас получилось с этим жилым комплексом. Хотя он мне очень располагает. Были бы мани на кармане, я бы там взял бы недвижку прям 100%. И это была бы классная инвестиция. В общем, далее здесь есть такая история, как ЖК Фрукты, которые сейчас строятся, это большие высотки. И есть ЖК, например, Летняя Резиденция, в которой мы тоже хотели посмотреть квартиру и ее снять. И непосредственно ЖК Урожайный. Много кому известен. Именно здесь мы сняли квартиру и здесь будем жить до лета, если все будет хорошо. Что касается ЖК Летняя Резиденция, хороший комплекс, также закрытая территория, также есть мангальные зоны. Там, кстати, есть скейт-парк, большие детские площадки. Ну, все то же самое, что здесь, только чуть-чуть другое расположение. Итак, ребята, смотрите, здесь по правую сторону просто домики. А вот это вот жилой комплекс Летняя Резиденция, про который я вам говорил, что мы тоже здесь хотели снимать. Здесь, соответственно, тоже все огорожено, тоже никого не пускают. Также здесь сделано все достаточно грамотно. Вот здесь как раз есть скейт-парк, который я так хотел, чтобы был у нас. Но нет, у него футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, все есть. Далее. Мы хотели вот снимать как раз квартиру с видом вот этот вот дом, да, и получается окна вот у него выходят на сотую школу. Вот она, сотая, так называемая президентская школа. Вот, сейчас мы с вами так по кругу объедем немножко. Вот видите, все тоже вокруг сеточка с парковками, как всегда, беда. Но в целом, как говорится, пойдет, да? Там почему мы не сняли? Мы договорились, все это был собственник. Собственница находится где-то в другом городе, но у соседей есть уже распечатан договор. Приезжайте, соседи все покажут, понравится, заселяемся. Квартира никому не сдавалась, но она была маленькая, она что-то 30, 39 или 38 квадратов, однокомнатная. Но у нее стоит диван, стоит стенка, кровать и, короче, все. Вот фотки. Никто не жил, да, это очень импонирует, что мы заедем в новую квартирку. Это кайфово. Есть балкончик у них там, закрытый на балкончике, сидит диван, его можно оборудовать под мой офис. Но, мы, короче, сюда приехали, посидели пока во дворе, я вспомнил про вот эту квартиру и понял, что надо срочно ее посмотреть. Все, мы сюда приехали, встретили нас хозяева, посмотрели, влюбились, потому что она действительно очень большая, изолированная прихожка, хорошие дворы, закрытая территория, строго все по пропускам. Да, с парковками проблема, но, пожалуй, как везде, потому что так строят дома, построили, где парковаться будут люди, никому, ну, всем все равно. Плюс ко всему, что здесь 850, что-то такое, квартира, парковочный мест всего лишь 200, ну, это, конечно, жесть. Ну, пока, пока мы приезжали уже и поздно, всегда найдем место прогонуться. Следующий критерий, который нужно для себя рассматривать, обязательно, ну, как я вот так считаю, да, что лучше всего снять у собственника. Здесь очень много людей, которые прям собственники, они сдают. Что нужно сделать? Ну, конечно же, проверить документы, что это действительно собственник, проверить паспорт, заключить договор, вписать все условия, которые вам интересны. Мы, на самом деле, заключили, просто взяли лист А4 и, собственно, ручно написали, что такой-то депозит, столько-то оплаты, какие-то коммуналки и все. То есть самое такое необходимое, то есть у нас хозяева достаточно адекватно, они здесь живут в этом же комплексе, здесь несколько квартир, молодцы, инвестируют. Далее, очень важна местность, ну, вот для меня 100%, потому что, смотрите, вот мы для себя еще рассматривали такой вариант, как большой-большой комплекс «Сириус», там же, как бы, это микрорайон мирный, либо поправьте, как он правильно называется. Это возле Олимпийских парков, вот так это выглядит. Там очень много квартир их сдается, и я думал, а что бы не там? Но мы там сняли отель, в котором прожили два дня, и я одурел. Знаете от чего? От того, что там находится трасса «Формула-1», и там по ночам, начиная с вечера, постоянно были гонки. Вот мы там две ночи ночевали, две ночи... Плюс там очень много частных домов, и в одну ночь были вот эти гонки, а потом еще до утра лаяла собака. Это было что-то, что-то с чем-то, поэтому рассматривать вот этот район я для себя сразу же вычеркнул и понял, что нет, жить тут в долгую, ну как, короче, не совсем тот вариант. Вот, поэтому мы для себя его вычеркнули. Следующий район, в котором можно жить, это Южные культуры. Там как раз построили большой торговый центр с магнитом, там тоже прикольно, кайфово, там тоже можно, но мы там просто не рассмотрели, потому что там не было вариантов, но его можно рассматривать. Он находится как раз возле реки Мзымта, вот на карте, там есть Эмиритинский порт, гулять там тоже кайфово. Дальше, где еще можно снять жилье? Бархатные сезоны тоже можно, но его там очень мало, и оно там каких-то стоит космических денег, ну типа студия, знаете, 20 квадратов, 35 тысяч, ну что-то до хрена. Дальше, мы, короче, на самом деле вообще любим Таврическую улицу, для нас там самые вот эти парки, эти аттракционы, там так атмосферно, сама набережная, наше любимое столовое ресторан Вермишеи, в общем, парки вот эти все ландшафтные. Ну, короче, для нас вот улица Таврический, вот это место, именно Нижняя Меридинка, вообще зашла очень, я люблю. Далее, можно жить за дорогой, за вот этим шоссе, то есть это по улице Урожайной, можно снимать на улице Каспийской, это Верхняя Меридинская бухта, это Пленово, но лично нам это не заходит, потому что там уже начинается вот такая вот горная местность, плюс, чтобы попасть в Меридинку, это нужно обязательно либо отчесать через эту магистраль до какого-то там надземного перехода, ну, короче, это сложно с детьми, это очень сложно. У нас из Урожайного вышел, по прямой пошел, мы уже доходили, и все, там буквально идти минут 15-20, ну, таким нормальным средним шагом, и ты уже все там на пляже, на Таврической. Можно уехать в Само Веселое, там тоже уже подъем в горы пошел, можно, но это не по нам. Следующий момент, который стоит обратить, ребята, внимание для жизни в долгую, это куда у вас входят окна. Вы можете снять себе квартиру, и у вас будет вид из окна вот такой, вот такой. Вы можете просто, ну, чтобы вы понимали, да, что в Сочи и в Адлере, и на Красной Поляне, там очень маленькие сотки земли, да, так делят, и дома построены вот прям вообще вплотную. И если вы снимете квартиру, вот опять-таки по фоткам посмотрите, вроде норм, так хозяин сфотографирует, дадите вперед предоплату, вроде собственник документ проверит, а приедете, а у вас все, у вас окно ваше будет смотреть буквально через 3 метра в соседнее окно. То есть, ну, жить в такой истории вот 100% в дискомфорт. Мне даже, вот лично мне, да, даже не нравится жить, когда у тебя в метрах 50 стоит соседний дом, там в метрах 100, вот друг напротив друга, да, мне не нравится. По мне так лучше жить, и когда у тебя открывается вид вообще в другие абсолютно, ну, в пустоту, так сказать, да. Для меня это важно, поэтому, ну, я думаю, для вас, для многих тоже это будет история важна. Да, внешний вид в квартире очень важен. Дом должен быть заселен, да, вот как мы столкнулись с тем селененьким этим жилым комплексом, чтобы не было вот этого вот дыр-дыр-дыр постоянной в стену. Ну, и, конечно же, смотрите на то, чтобы район был не просто район-район, а чтобы там была какая-то цивилизация, чтобы в пешей доступности были адекватные вот эти хорошие магазины, магнит, пятерочка, там, перекресток, чтобы были пункты выдачи вайлбересия, зона, парикмахерский, в общем, чтобы в шаговой доступности буквально там в пяти минутах было все. Вот, например, ЖК Урожайный, я его не рекламирую, просто он мне действительно понравился. Здесь есть максимально все в радиусе, ну, 500 метров здесь есть абсолютно все. Это кайфово, это располагает к жизни, к жизни именно в долгую. Вот еще белые дома, жилой комплекс, не знаю, как он называется. А вот дома, друзья, там вот, видите, уже такая прям горная-горная местность. Ну что, друзья, спасибо, кто досмотрел выпуск до конца. Я вас приглашаю на экскурсию по нашей квартирке. Давайте посмотреть. Итак, входная дверь беленькая, прям идеально. Стоит в прихожке у нас шкаф, у нас достаточно большая прихожка. Вот, смотрите, тумбочка для обуви и продолжается большой коридор. Здесь у нас большая стирка, красивая картина. Итак, смотрите, вот, продолжается еще коридор. Мне это очень сильно прям нравится, потому что у вас прихожка, точнее у нас прихожка, не у вас. Она полностью изолирована, как бы, ну, туда не бегают дети, никто не ходит, и вся верхняя одежда, обувь находится непосредственно там. Это классно. Далее, смотрите, здесь у нас туалет с ванной. Малюсенький, конечно, маленький, но уютный. Стоит стиралочка, а-ля душевая кабинка. Ну, собственно, так сказать, ничего вау какого-то нету, но пойдет. Дальше, здесь начинается кухня. Кухня достаточно большая, просторная, она удлиненная, с окном. Видите, какая здоровая. Ну, все необходимое. Есть раковина, плитка, вытяжка, часы, вон даже есть холодильник, микроволновка. Она же духовка, кофемашина наша, мультиварка тоже наша. Стоит стол, не огромный, но нормальный нам хватает. Мы здесь вчетвером спокойно посещаем, помещаемся. Здесь, кстати, в квартире достаточно высокие потолки. Смотрите, обращу внимание, здесь такая планировка кайфовая, что вон там прихожка. Здесь раз вход, здесь два входа. Здесь вход в гостиную, здесь вход в комнату и вот здесь вход в комнату. То есть, да, два входа. Это наша комната с Настенькой. Здесь играют и спят детки. Соответственно, здесь стояла уже детская кроватка. Диван, шкаф, огромнейшее панорамное окно, которое нас просто влюбило в эту квартиру. Есть телевизор, Wi-Fi, ну это все как обычно, да, такие интересные люстры с птичками. Картина, море, чтобы мы не забывали, что мы живем на море. И чтобы не забывали про эту опцию, что оно у нас очень рядышком. Соответственно, стоит, да, обычный шкаф с большим зеркалом. Здесь есть столик, тут где я работаю. Моя рабочая зона, стеллажок, который мы ровно поделили с пацанами. Пацаны сначала сказали, нет, 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 это наше. Я говорю, Артем, вы до верхних двух полок не дотянетесь. Поэтому давайте две мне, две полки Артему и две полки Родиону. Все по-честному, Насте не досталось. Вот, есть, значит, столик детский. Дети на нем уже занимаются, рисуют. Как бы тоже их такое место. Причем подоконник здесь сделан, видите, такой маленький, что детям очень удобно. Они прямо на него садятся и занимаются. Вот, что касается большого окна. Смотрите, здесь мы сначала расстроились, что нет балкона. Но с другой стороны, здесь оно, смотрите, вот так открывается. И по факту ты на балконе стоишь. Я здесь люблю утром сесть, поставить кружку на кондиционер и пить чаечек. Открывается вид, вот это вот синее, это граница с Абхазией. Соответственно, это за домом детский площадок, полно детских площадок. И открывается вид на Абхазские горы. Вот все затянуто. Вообще это выглядит вот так. Соответственно, таких открывающихся окна у нас две штуки. Вот второе. Так. Давайте его закроем. Оно встает в несколько положений. Так. Вот так открывается, да. И вообще закрывается. Ну, стандартное, в общем, окно. Причем здесь очень классно. Если дома мы снимали эти ручки, то здесь они прям тугие, что наши дети не смогут открыть. Теперь мы переносимся с вами в нашу комнатку. Здесь, смотрите, вот такие распашные двери стоят. Закрываются на ключ. То есть можно, да, закрыть и вообще, к примеру, не пользоваться. Заходить только через ту дверь. Вот. Проход. Здесь нет ничего необычного. Чемодан пока никуда не убрали. Наша кровать. У нас есть комод с трусами Родиона. И еще у нас есть дополнительно раскладушка. Что тоже кайфово, что кто-то, если приедет нам в гости, пожалуйста, спальное место. Ну и, соответственно, вот здесь дверь также закрывается. И ты можешь быть полностью вот изолирован. Так сказать, от всех вот полностью закрылась. Здесь спальня всеми дверями. И, как говорится, наслаждайся. Вот такой вот обзор нашей квартиры. Здесь мы будем жить до мая. Нам повезло. Квартира здесь что-то порядка 50-58 квадратов. Что-то такое. Точно не скажу. Я даже не думал, что мы снимем такую большую. Я думал, что примерно такую же, как у нас там, где мы в Москве живем. Там буквально 36-40 квадратов. Но сняли большую. И это классно. Поживем здесь. Посмотрим, как зима. А вы подписывайтесь на канал. Потому что это, друзья, новый сезон. Зимуем в Сочи. Давайте вы вместе с нами. Скорее всего, у вас так же, как у нас, есть множество вопросов. Как здесь зимой? Куда ходить? Есть ли ветра? Холодно, не холодно? Нужно ли переобувать машину? И так далее, и тому подобное. Поэтому подписывайтесь в комментариях. Обязательно пишите свои вопросы. Потому что, исходя от ваших вопросов, я буду снимать выпуски. Кто здесь живет, тоже welcome. Знакомиться. Будем общаться, дружить, кататься, купаться, плескаться. Давайте. Пока. Спасибо за просмотр. До новых выпусков. И, ребята, конечно же, в завершении выпуска главный вопрос. А как вообще снять? Где искать жилье? Ну, тут все просто. Гостишка, чтобы по первой сети только вот приехать. У нас это booking. Можете Airbnb использовать, может быть еще какие-то приложения. Мы пользуемся booking. Дальше. Что касается жилья в долгую, мы пользуемся авито. Ну, всегда вот как там у нас получалось снять имена на авито. Юла, Циан, Айрон Бен Би. Вот эти вот все приложения. Есть какие-то еще наверняка какие-то типа а-ля местные истории. Но в основном это авито. Ну, по крайней мере, вот с многими, с кем я общался, люди снимают через авито. Главное, говорю, вот выше, о чем я говорил, это используйте, чтобы не попасться на мошенников. И все будет хорошо. Все, до новых выпусков. Пока.